Севастополь Севастополь Губернатор Севастополя Сергей Миняйло поручил городскому хозяйству заняться благоустройством и санитарной очисткой города. Заморозка уже не ожидается, поэтому выводите всех на улицы, на скверы наши. То, что я утвердил, там схемы, давайте реализовывайте. И в кратчайший срок. Понятно, да? Дальше я объеду город, посмотрим, как очистка города идет, санитарная вывоз мусора и всего остального. И после этого заслушаем управляющие компании. Сегодня на завтра ряд адресов отключат от водоснабжения. С 22 часов 29 марта до 6 утра 30 числа подача воды не будет производиться в дома по проспекту Генерала Острякова, 7-й километр Балаклавского шоссе, улица Хрусталева Флагманская, Николай Музыки дома с 38 по 68, Геловани Промышленная, Лоцманская, Индустриальная, Боцманская, Токарева, Генерала Коломийца, Шабалина, Генерала Хрюкина, 5-й километр Балаклавского шоссе, улица Генерала Лебедя. По сообщению администрации предприятия «Водоканал», отключения связаны с аварийными работами на сетях городского водопровода. До 30 апреля все управляющие компании должны отчитаться перед севастопольцами за собранные и потраченные средства за год. В случае невыполнения этого условия на них будет наложен штраф. Об этом на брифинге заявила начальник главного управления государственного жилищного надзора Севастополя Галина Чагина. Также она рассказала о результатах работы предприятия за прошедший год. В 2015-м в Госжилнадзор обратилось больше 4 тысяч человек с просьбой проверить деятельность управляющих компаний, законность пристроек и перепланировки жилых домов. Из 600 обследованных объектов треть оказались серьезными нарушениями. В таких случаях Госжилнадзор накладывает штрафы на физические или юридические лица в размере от 300 рублей до 250 тысяч рублей. Если по истечению двух месяцев нарушения не устраняются, вопрос решается в суде. Всего собрали штрафных, именно штрафных санкций, не денежных средств, а штрафных санкций 2 миллиона 449,8. Из них на организации, осуществляющей деятельность на квартирных домах 2 миллиона 246 тысяч 800 рублей. На физических лиц 101 тысяча 300 рублей. Так, в этом году за два месяца мы наложили штрафы 893,5 тысячи рублей. По требованию губернатора, сегодня законодательное собрание вновь соберется на пленарное заседание. Уже третий раз за месяц глава города вынужден внепланово вызывать народных избранников на работу по одному и тому же вопросу. Речь идет о принятии изменений в бюджет. Напомним, документ в первой редакции депутаты увидели 16 марта. Однако с оговоркой, члены так называемой команды Чалова настоятельно рекомендовали коллегам не принимать документ во втором чтении. А ведь без окончательного утверждения по праву к бюджет исполнение многих социальных планов становится невозможным. Для того, чтобы зарезервированные деньги пошли на развитие города, документ необходимо принять во втором чтении. 22 марта на сессии, которая длилась почти 9 часов, этот вопрос в повестку не включали. Напомним предысторию. В феврале правительство подготовило проект изменений и бюджет этого года. В нем предусматривается распределение 386 миллионов рублей. Планируется, что самые большие суммы будут добавлены на медицину – 87 миллионов, на образование – 85, на социальную защиту – 52 миллиона рублей. Дадут ли депутаты денег на новые садики и пожарные депо, станет известно после 15 часов. На это время назначено проведение очередного, внеочередного пленарного заседания. К другим темам. В Севастополе создает большой сводный детский хор. Планируется, что он объединит не менее 300 талантливых ребят. Во Дворце детского и юношеского творчества сегодня стартует первый отборочный этап. В нем участвуют городские ансамбли и хоры. Во втором туре будут отбирать лучших певцов среди музыкальных школ, в третьем – от домов культуры и всех желающих. По задумке организаторов, а это Департамент культуры правительства Севастополя, сводный детский хор выступит на День Победы. Благотворительный фонд Корсунь продолжает преподносить подарки горожанам. В рамках программы «Дети Севастополя» пятилетняя Полина получила набор для творчества. Он поможет девочке продолжать развивать свой художественный талант. Для взрослых Корсунь тоже подготовил подарки. Семь пенсионеров стали обладателями аптечных карт, которые помогут приобретать медикаменты со скидкой. На сегодняшний день число получателей такой субсидии превысило тысячную отметку. Продолжит Анна Леготина. Пятилетняя Полина рассматривает свои подарки. Краски, цветные карандаши, кисточки, наборы для творчества. Здесь все, что нужно будущему художнику. Маленькую мечту исполнил благотворительный фонд Корсунь. Со своей подопечной, которую воспитывает только бабушка, сотрудники фонда познакомились в начале марта. К Международному женскому дню подобрали девочке несколько комплектов праздничной и повседневной одежды. Очередной подарок от благотворительного фонда понравился. Что нарисует новыми красками и фломастерами, пока не определилось. Говорит, вдохновение придет в процессе. Мне очень нравится рисовать. Это потому, что я это очень люблю. И я давно научилась так рисовать. Я иногда рисую какую-то полянку, такое дерево, моля. Вот. Солнечко, небо захочу. Цветочки, кумнику. Поделки делает, она нам переносит рисунки. Поэтому думаю, что у нее будет еще больше настроения что-то делать. Мне хочется сказать большое спасибо благотворительному фонду за помощь, которую она нам оказывает. Всем, кто участвует в этой помощи. Поддержка сирот – часть программы «Дети с Севастополя». Кроме адресной помощи, фонд реализует также творческие проекты для одаренных ребят. С начала года провели серию мастер-классов по изготовлению поделок. Организовали экскурсию в Академию космоса для воспитанников детского дома. При нашем содействии также была отправлена группа севастопольских школьников на Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды, где дети привезли достаточно почетные призы. Первое и третье место на этом всероссийском конкурсе за достаточно масштабные научно-исследовательские работы. Поддерживают курсы не только детей, но и взрослых. В программе «Аптечная карта» на 2016 год уже зарегистрировано больше тысячи севастопольцев. В течение 12 месяцев каждый из них будет получать субсидии на приобретение медикаментов. По этим картам пенсионеры и инвалиды первой-второй группы могут каждый месяц на сумму 500 рублей в аптеке получать лекарства, те, которые им необходимы. Аптеки у нас есть четыре по городу, и они выбирают ту, которая им удобнее. Очень хорошо пенсионерам, особенно когда пенсии небольшая, не хватает, очень хорошо иметь такую карту, где есть скидки. Некоторые лекарства очень дорогие, и действительно лучше накопить, купить одно лекарство дорогое. К середине апреля аптечные карты получат еще 100 человек. Таким образом, пользоваться скидкой на медикаменты в этом году будет 1200 севастопольских пенсионеров. Субтитры создавал DimaTorzok